всем привет с вами про космос а в студии энджемини баева в нашей программе мы расскажем вам об интересных событиях космоса за неделю а также приоткроем завесу тайн вселенной совместно с нашими экспертами ну что поехали кто сказал что покорение космоса не женское дело самая популярная в мире кукла барби в единственном экземпляре поплатила в себе образ анны кикиной единственной женщиной в отряде космонавтов роскосмоса в преддверии 60-летий с первого полета человека в космос барби напоминает о том что любая мечта осуществима никогда не поздно почувствовать себя немножечко космонавтом если вы давно хотели покорить космос и даже присмотрели себе отель то вам придется снова подождать открытие первого космического отеля перенесли на 2027 год это будет что-то между круизным лайнером и космическим городом клиенты смогут провести на околоземной орбите от одной недели до нескольких месяцев а то и поселиться там насовсем на байкале запустили крупнейший в северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп байкал jvd введенный в эксплуатацию прибор поможет ученым изучить эволюцию галактик и вселенной по данным сайта ростех телескоп установлен на расстоянии трех с половиной километров от берега на глубине от 750 до 1300 метров в южной котловине байкала и решает ключевую задачу по формированию мировой нейтринной сети создает в северном полушарии детектор сравнимый по чувствительности с американским ice cube в южном нейтринный телескоп представляет собой сложную систему датчиков оптических регистраторов которые размещаются в специальном прочном прозрачном корпусе состоящим из двух стеклянных полусфер датчики связаны друг с другом в плотную сеть расположены на глубинах порядка одного километра для того чтобы регистрировать нейтрино необходимо особая среда для наблюдения именно поэтому создание уникального российского нейтринного телескопа происходит в глубинах озера байкал самого чистого и глубокого пресного водоема в мире раскрыты подробности российской космической миссии венера д запланированный на 2029 год так планируется запуск автоматической межпланетной станции для изучения планеты об истории проекта и самое главное чем венера так интересна землянам смотрите далее пока соединенные штаты были сфокусированы на марсе активное исследование венеры началось именно при советском союзе первым отправившимся к ней космическим аппаратом стала советская станция венера 1 в 1961 году первые фотографии поверхности планеты появились в 1975 году первые цветные изображения в 1982 однако условия на венере таковы что ни один космический аппарат не проработал на ней более двух часов так почему же к венере все-таки имеется такой интерес для начала давайте вспомним что она относится к планетам земной группы является третьим по яркости объектом на нашем небе после солнца и луны венера самая горячая планета в солнечной системе температура на ее поверхности достигает 480 градусов по цельсию атмосферное давление почти в сто раз выше чем на земле возможно такие условия покажутся вам несовместимыми с наличием жизни но ученые предполагают что еще миллиард лет назад она там была ну может быть другие формы были но все приспосылки для этого существовали и реки текли и атмосфера была очень все происходило пока не начался парниковый эффект который у нас кстати тут тоже начался уже он в чем заключается то что улькистый газ в атмосфере появляется его становится больше и он не дает выходить теплу приходящему от солнца в космическое пространство и начинает все разогреваться от этого разогрева которая в общем-то естественным путем происходит с большой вероятностью когда-нибудь и сама земля может превратиться в нынешнюю венеру атмосфера ее состоит на 96 процентов из укле кислого газа который практически не выпускает тепло обратно в космос ученые выстраивают различные гипотезы о том что на венере можно повернуть время вспять с помощью заселения поверхности планеты земными растительными организмами которые превратили бы укле кислый газ в кислород конечно все это пока в теории чтобы это проверить и организуется космическая миссия еще как минимум восемь лет до того чтобы отправиться туда где не ступала нога человека а может все-таки ступала если ученые докажут существование жизни на венере это будет одним из важнейших научных открытий нашей земной цивилизации и напоследок если решите отправиться на венеру не забудьте прихватить шляпку или зонтик солнце там достаточно ведь один день там длится дольше чем год дело в том что один оборот вокруг солнца венера совершает за двести двадцать четыре земных дня а вот вокруг своей оси планета вращается очень медленно один оборот совершается за двести сорок три земных дня такова еще одна особенность сестры земли горизонт событий сингулярность и теория относительности наверняка с этими понятиями сталкивался каждый кто хотел познать загадку черных дыр откуда они берутся и почему их еще называют кротовой норой узнаете далее черные дыры это области пространства времени с экстремально сильными гравитационными полями тяготения настолько сильными что даже свет не может покинуть эту область отсюда и название согласно астрофизическим представлениям черные дыры формируются как остатки звезд которые возникают после их взрыва звезды взрываются и сбрасывает себя в оболочку а вот то что осталось коллапсирует и превращается в черные дыры есть несколько основных понятий относящихся к устройству черной дыры одно из них это горизонт событий некое условное математическое понятие обозначающая поверхность черной дыры скажем так это расстояние от центра черной дыры а и вот если частицы находится на расстояниях больших чем горизонт событий они могут двигаться от черной дыры и уходить на бесконечность и если же частицы находятся на расстояниях меньших чем горизонт событий то любой движение в конце концов разворачивает их и снова возвращается в центре черной дыры, а в центре черной дыры находится область сингулярности. Сингулярность до сих пор является не вполне понятным физическим явлением. Это область, где давление, температура, плотность, все физические характеристики принимают бесконечное значение. Это связано с тем, что звезда коллапсирует. Это значит, что все вещество материи устремляется к центру. Ее давление и плотность становятся все больше и больше. Коллапс вызывается гравитационными силами. А вот как выглядит пространство в самой сингулярности, на этот вопрос пока у физиков ответа нет. Итак, возвращаемся к устройству черной дыры. Процессы, которые происходят под горизонтом событий, увидеть невозможно. А вот то, что происходит за ним, называется окрестностью черной дыры. Эти события мы видим. Есть черные дыры, которые находятся в ядрах галактик. И вокруг них много вещества, которое активно ими захватывается. Оно разогревается и ярко светится. Такие процессы ученые не только видят, но и могут анализировать, получая характеристики черных дыр. Ну и вот сейчас уже возможности наблюдателей, возможности остановок такие, что получается уже изображение черных дыр. В частности, есть такой проект, который называется телескоп горизонта событий. Ну, в действительности, это не один телескоп, а целая сеть радиотелескопов. И было получено первое изображение, которое буквально так и выглядит, как бублик. Вот эта черная область, окруженная ярким светящимся кольцом. И вот ярко светящееся кольцо, это то, что находится за горизонтом событий. Разогретое вещество, ну вот оно светит. Существует так называемая кротовая нора. Близкий к черной дыре физический объект. Вот только если черная дыра – это реальный физический объект, то кротовая нора – лишь гипотетический, своеобразный туннель в пространстве. Для того, чтобы черная дыра превратилась в кротовую нору, необходимо специальные условия. Если говорить точнее, то необходима специальная экзотическая материя, которая, ну, грубо говоря, обладает свойствами антигравитации и не позволяет, ну, горловине вот этой кротовой норы схлопнуться и превратиться в черную дыру. Потому что если такого вещества нет, то происходит, как я уже сказал, коллапсирование. Но если предположить, что у нас есть такая экзотическая материя, то можно создать кротовую нору, которая может быть использована как портал, только не в другое измерение, а в иную удаленную вселенную, являющуюся частью одной большой вселенной. Кротовую нору можно использовать как мост, соединяющий удаленные области пространства-времени. Кстати, кротовая нора нашла свое воплощение и в фильме «Интерстеллар». Научным консультантом этого фильма является известный ученый Кип Торн, который один из крупных специалистов в области черных дыр, кротовых нор. Но если все-таки черная дыра поглощает все вокруг себя, то куда же оно девается? На этот вопрос пока у ученых ответа нет. Как мы помним, в центре черной дыры находится сингулярность, где все стремится к бесконечности. Пространство и время там перестают иметь значение, а законы физики больше не действуют. Поэтому пока что происходящее внутри черной дыры остается тайной для человечества. На этом все. В студии была Энджи Минебаева. Если вам было интересно, можете поддержать нас комментарием, а также рассказать, о чем вы бы хотели узнать в следующем выпуске. Всем пока!